Девушки отдыхают Зинаида Владимировна, 1917 года рождения Уроженка села Себина, Тульская губерния Все верно? Предупреждаю вас об ответственности за дачу ложных показаний Итак, следствию известно, что вы являетесь членом подпольной монархической церковной группы Признаете вы это? Я уже говорила, ни в каких организациях я не состою В вашем доме проживала некая Никонова Матрона Дмитриевна Подозреваемая в ведении контрреволюционной агитации Где она сейчас? Послушайте, прекратите этот фарс Она слепая и не ходит Какая агитация? Это даже смешно Смешно, значит? Ты мне смеяться на Коломе будешь? Знаете, Зинаи Владимировна У вас Красивый голос Говори, где твоя слепая рука? Я не знаю Она уехала, адрес не дала Сейчас Сейчас ты мне все вспомнишь Все, все Я потаскалась в церковь Чудотворица Восьмая серия Семейное проклятие Ее чтят и боготворят миллионы Ее просят о невозможном Женская заступница Покровительница бездетных семей Она исцеляла больных молитвой Предсказывала будущее Помогала в решении семейных проблем и конфликтов Она никому не отказывала в помощи Ни при жизни, ни после смерти Впервые мы собрали по крупицам Разрозненные и малоизвестные факты О жизни великой старицы И шаг за шагом Восстановили путь святой Матроны Московской Это невероятная история о чуде Которому есть место в жизни каждой женщины Святая Матрона Московская Большую честь своей жизни провела в скитаниях Живя в столице Она нигде не останавливалась надолго Матрона понимала Такая гостья, как она Может навлечь на хозяев беду Вы представляете себе В каком-нибудь подъезде На шесть квартир Где стоит очередь из сорока человек А она по сорок человек в день Очень часто принимала Вы представляете себе такое Ну такую картину То есть это в общем-то Ровно два дня Можно было потерпеть А дальше бы соседи вызывали милицию Но в доме Зинаиды Ждановой В староконюшенном переулке Матрона задержалась на целых семь лет И вот это были лучшие годы жизни Матроны Вот эти пять-семь лет По разным источникам По разным сведениям Пять-семь лет Она прожила в приличных условиях И принимала там очень многих людей К ней ходила вся Москва туда Православная За несколько дней до нового 1950 года Матрона внезапно засобиралась И попросила перевезти ее Адрес дала только тем Кому доверяла безоговорочно Зине и ее матери Евдокии Зина Ежели чего На сходне меня ищите Покуда там поживу Здесь нельзя Мне что-то плохое Против нас всех замышляется Тогда провожая матушку Зина и предположить не могла Что на Рождество Христова Окажется в подвалах Лубянки Зинаида Жданова это единственный человек Который знал о жизни Матроны Московской Почти все Она была знакома с ней с детства Только благодаря воспоминаниям Ждановой удалось составить Каноническое житие Святой Матроны За свою жизнь Зинаида всего один раз общалась с журналистами Вот фрагмент этого уникального интервью В котором она вспоминает о времени Проведенном со Святой Матроной Я иногда присутствовала Когда она людей выслушивала Как она встречала Как она поднималась с кулачка Если кто-то уже приходил И напряженно садилась На кроватке А руки вот так И наклонялась немножко вперед В ожидании и двумя руками Зинаиде Ждановой удалось сохранить Для нас историю жизни Святой Матроны Московской Она была уверена На эту роль ее избрали небеса И сама Матрона Предназначила именно ей Вот служение для того Чтобы ее пославить уже как святую Через то, что она знала Своей жизни о ней Почему же из многих Матрона выбрала Именно ее, Зинаиду Жданову И как изменила ее судьбу Зинаида Жданова родилась в 1917 году В семье дворянского сына и кухарки Союз невозможный по тем временам Мать Зина, Евдокея Носкова Не отличалась красотой И к своим 28 годам В родном селе Себино Ее записали в старые девы Но подруга Матрона Предсказала ей другую судьбу И отправила искать счастье в столицу Найдешь ты себе, Дуняша, там работу А в придаче мужа Какого мужа? Что все обзавидуются Барина Барина? Барина? Баринских кровей С усиками Вот Вот с такими Как предсказала Матрона Так и случилось В Москве Евдокия устроилась прислугой в семью известного врача Жданова А через несколько лет вышла замуж за его единственного сына Владимира Этот документ чудом сохранился в Тульском архиве Здесь и первое упоминание о Зине Ждановой Мать просит выделить на дел на три души Себя, двухлетнюю Зину и новорожденного Сережу Отец в бумагах фигурирует как простой инженер Время смутное 1919 год О дворянском происхождении лучше навсегда забыть Получилось, что Не только Эта простая девушка дала счастье Дворянскому сыну Но и спасла его во время революции Но от природы не убежишь Дочь Евдокии и Владимира Зина С раннего детства Отличалась от обычных крестьянских ребятишек Не по годам сообразительная Но характер непростой Своего добьется, чего бы ей это ни стоило Папина дочка Качала головой мать Не узнавая себя во вспыльчивом ребенке Ох, непросто ей будет Зинаиде и правда пришлось нелегко Но у нее всегда был человек Которому она безгранично доверяла всю свою жизнь Матушка Матрона Грешная Как совладать собой, не знаю Да чего ж грешна Да На маму опять накричала И из-за чего Она нас вчера обедать позвала Когда мы с Сережей книжку читали Ничего, ничего Будешь у нас хорошая Мы молочком попоем Да сорнячок пополим Матрона присутствовала в жизни Зинаиды всегда, сколько она себя помнила В раннем детстве в Себино девочка часто бывала в доме Никоновых по соседству Встречались они и в Москве Зинаида с родителями жили вот в этом доме в Староконюшенном переулке По воскресеньям мама водила Зину в церковь и в гости к Матроне А вот отец раз в неделю брал с собой дочь на тайную квартиру в районе Трубной площади Там элегантные дамы и господа усаживались вокруг стола и следили за крутящимся блюдцем Он увлекался теософией, был членом теософского общества и брал дочь с собой туда, вот Зинаиду Она вспоминала, как с потолка в комнате сыпались розы Впечатлительная Зина долго не могла забыть те спиритические сеансы Свечи, блюдца, лепестки роз, отец, задающий вопросы будто в никуда, загадочные голоса На обратном пути Зина спрашивала с кем он говорил Но отец лишь отшучивался и только один раз сказал Это Зиночка наши с тобой прародители Правду Зина и ее брат Сергей узнают случайно от бабки Для 14-летней девочки семейная тайна станет настоящим потрясением Она гладит нас по голове и говорит, бедные вы мои, бедные, на вас оканчивается рот, седьмой рот Я говорю, бабушка, а почему же это оканчивается? У вас детей не будет Так вот о чем молчал отец Упрямая Зина не успокоилась, пока не выведала у старушки все, что ей было известно История семейного предания ведет в 16 век И связана она с загадочной гибелью царевича Дмитрия Иоанновича в 1591 году Младшего сына Ивана Грозного, 9-летнего наследника престола, нашли мертвым Вот где-то под средокрестием свода малого алтаря, под главой И находится то место, где упал пораженный в горло царевич Обстоятельства смерти царевича до сих пор вызывают споры По одной из версий, 9-летний Дмитрий играл с друзьями во дворе в свайку Это аналог современной игры в ножички Внезапно Дмитрий упал на землю Подбежавшие слуги с ужасом увидели, что царевич истекает кровью Шея разрезана, а в горло глубоко вошел нож Многие считали, что убийство царевича организовали сторонники Бориса Годунова Из числа бывших опричников Все понимали, что болезненный и безвольный царь Федор не жилец Оставалось только устранить последнего Рюриковича, царевича Дмитрия Но вот беда, заговорщики не знали, где скрывают наследника престола По легенде, тайну под пытками выдала кормилица царевича Некая Арина Тучкова Это повещение богомерского из лохитрого антихриста Антихрист, говоришь? А вот мы сейчас поглядим, как твой господь тебя отпустит Не украй меня, тетя его Спасение? Нет, я тебя спасу Слышишь, ты? Говори, где байстрюк Куда упрятала? Прятала! Уключен в княжеских палатах. Но какое отношение эта кормилица имеет к роду Ждановых? То, что говорят историки, это настоящая сенсация. Зинаида Жданова – прямой потомок той самой загадочной Арины Тучковой. Арина Тучкова, кстати говоря, в некоторых источниках и Жданова. Вот она являлась этой кормилицей несчастного этого ребенка. Она пыталась его уберечь, не смогла его уберечь. Почему Жданова? Потому что она была женой Ждана Тучкова. Часто раньше женщину-жену называли не по фамилии мужа, а по его имени. Бабушка рассказывала Зинаиде Ждановой, что за предательство царевича Дмитрия ее предки были прокляты до седьмого колена. И поверить в это нетрудно. Почти 400 лет род Ждановых словно бы преследовал злой рок. Тяжелый, на душе тяжелый такой грех родовой. Недаром я еще не была, может быть, понимаете? Вместо этой моей бабки все возможно. А поскольку Зинаида была седьмым коленом, а как мы знаем, до седьмого колена как-то наказывается род, то она это воспринимала очень просто и ясно, что вот за тот грех, который в роду произошел, наш род прекратится. Узнав о мистическом проклятии рода Ждановых, Зина сначала не поверила. Несколько дней проплакала в подушку. А потом решила, ну нет, она не позволит управлять своей судьбой каким-то призраком из 16 века. Она докажет всем, что не было никакого проклятия. За женихами, казалось, Зине дело не станет. На нее и сейчас одноклассники заглядываются. Но Зининым планом мне суждено будет осуществиться. В первые ноябрьские дни 1942 года Зина сбилась с ног в поисках Матроны. Ульяновская, Царицыно, Пятницкая, Никитские ворота. Она объездила, кажется, все известные пристанища, расспросила всех, кто знал матушку, куда она пропала. Остался последний адрес. Сокольники. Дачный домик, в котором Матрона бывала, останавливалась летом. В Сокольниках, вернее, она жила в самых непригодных для жилья условиях. Вот по воспоминаниям очевидцев, это был дощатый фанерный сарайчик какой-то, холодный. В волнении Зина распахнула дверь. В углу кто-то застонал. Это была она, Матрона. Замерзшая, закутанная каким-то тряпьем. Жданова приехала к ней зимой и увидела, что Матрона лежит на кровати, и у нее волосы буквально примерзли к заиндевевшей стене. Зинаида спросила, ну что же вы, матушка, ее матушкой называли, семье. Не, нам, за нами не послали, ничего нам не сказали. Она сказала, ну, я боялась, что вам это повредит. Когда Зинаида стала собирать скудные пожитки Матроны, в темном углу внезапно зашевелилась куча тряпья. Из-под рваной мешковины выглянула девочка. Матрона объяснила, что ребенок прячется здесь от родной матери. Та пила, выгоняла ее на мороз, а когда маленькая Ниночка просила поесть, нещадно била. Мать у нее была, оказывается, пьяницей, проституткой. И поэтому, собственно, матушка и забрала, и поселила, оставила около себя Ниночку. Зина в тот же день перевезла и слепую старицу, и бездомную девочку к себе в Староконюшенный переулок. На ближайшие семь лет со скитаниями Матроны было покончено. Когда Матрона жила в Староконюшенном переулке, на квартире у Зинаиды Ждановой, конечно, это были лучшие годы ее жизни. Там какие-то приходили, видимо, приживалки, ее послушницы всякие, которые помогали, ее кормили, видимо, мыли и так далее. Но вообще она жила одна. Но, конечно, она эту комнату использовала на благо народа, как говорится, потому что к ней ходила вся Москва. На этом снимке Зинаида Жданова на пороге того самого дома в Староконюшенном. Именно здесь она не раз становилась свидетельницей чудес матушки Матроны. Зинаида вспоминала, как однажды в дом внесли женщину на носилках. Ее сопровождал муж в генеральских погонах. Он рассказал Матроне, что его жену еще 14 лет назад парализовала. Генерал возил ее к лучшим врачам Москвы, но те лишь разводили руками. Матрона несколько часов читала молитвы над больной. Зинаида Жданова рассказывала, что в следующий визит женщина уже могла сидеть, а в третий раз пришла к Матроне своими ногами. Генерал не знал, как отблагодарить слепую старицу и предложил купить ей машину. Но Матрона отказалась. Ей в награды предлагали машины, деньги. Она ничего не брала, она от всего отказывалась. Матушка Матрона, какие чудеса вы творите. Жаль, что никто об этом не узнает. Как это не узнают? Узнают. Как? А кто же им расскажет? Ну, да вот ты и расскажешь. Я? Матушка Матрона? А, нет. Да нет. Тогда Матрона впервые заговорила с Зиной о ее предназначении. Но девушка эти слова пропустила мимо ушей. Ты напишешь обо мне, не скоро, но это будет. Кстати говоря, об этой фразе Зинаида Жданова вспомнила спустя 40 лет. А пока гораздо больше ее волновало другое. Родовое проклятие Ждановых. Ей исполнилось 28. О замужестве пока нечего и думать. Все мужчины на фронте. Многие уже и не вернутся. Неужели бабка была права? И судьба ей, Зине, оставаться бездетной? В июне 45-го в семье Ждановых радость. Вернулся с фронта Сергей, брат Зинаиды. Дошел до Берлина. А все такое же. Застенчивый молчун. Отметить победу Сергей привел в гости только одного товарища. Матери и сестре рассказал. Именно Борису он обязан своей жизнью. В 43-м, во время боя, друг вытащил его, тяжело раненого, из-под пуль. Теперь Зина совсем другими глазами смотрит на бравого фронтовика. А он и вовсе глаз с нее не сводит. Или ей только кажется. Зина, скажите, а что вы делаете завтра вечером? Может, с кином? Может, с кином? Нет, Зине не показалось. Борис и вправду начал за ней ухаживать. Красивые. Ну, мне пора. Спасибо за цветы. Значит, замуж собралась. Ну, а как же ты венчаться с ним будешь? С некрещеным-то. Матушка, ну, он же Сережу на фронте спас. Ну, как же за него не выйти? Ну, спас. Он и без тебя бы спас. А ты, значит, отблагодарить его решила. Матушка. Ну, а сама ты его любишь. Любит, не любит, какая разница, убеждала себя Зина. Встреча с Борисом – это знак свыше. Человек, который спас от смерти брата, спасет от судьбы и ее саму. Вот родится у них с Борей малыш. И тогда можно будет забыть о зловещем проклятии. Нет, этот шанс стать матерью Зинаида не упустит. Что бы ни говорила Матрона. В этой ухоженной блондинке, входящей в храм, не каждый признает звезду российского шоу-бизнеса. В апреле 2013 года новая песня певицы Натали попала на вершины хит-парадов. На меня упала песня «О боже, какой мужчина! Я хочу от тебя сына и дочку!» То есть, получается, и в самой песне уже была заложена такая программа, и столько людей ее пели. А у самой Натальи Рудиной, таково настоящее имя певицы, долго не получалось стать матерью. Я даже так завидовала семьям, вот они идут на концерт, какая-то открытая площадка в парке, допустим. Один в колясочке, другой рядышком. Другой еще повзрослее. И мне это почему-то казалось идиллией. И почему-то одновременно казалось, что для меня это невозможно. Сын Арсений появился на свет в 2001-м, на 10-м году замужества, когда они с супругом уже перестали надеяться. И у меня был первый выкидыш, а вторая замерзшая беременность на одном и том же сроке. И там через полтора года, и получилось, что это где-то 18 лет было, и в 20. И действительно мне стало уже страшновато, что это будет повторяться. Она убедила себя. Ее удел концерты, гастроли, записей. Но шли годы, и подросший ребенок начал просить о брате. Тогда-то Наталья и вспомнила об иконе Святой Матроны Московской, подаренной однажды певцом Александром Барыкиным. Я точно решила, что мне нужно пойти в храм Матронушки. Я даже не пойму, откуда это решение на меня упало. Снизошло. Мне просто очень-очень-очень захотелось туда поехать. Все шесть часов в очереди к святым мощам Наталья не расставалась с иконой Матроны. Постоянно мне эту иконку почему-то солнце освещало. Я помню, я ее целовала и с ней разговаривала. И вот прошла этот путь, эта очередь. Мне показалось, что я вот так же, о том же я поняла, переживу беременность. Младший сын Анатолий родился ровно через год. Натали не сомневается. Ребенка она вымолила у матушки Матроны. С тех пор не живет ни дня без разговора с ней. У меня ощущение, что когда я рядом с духом Матронушки, что это очень-очень огромный дух. Ты как около очень большой, полной свежести, света, горы такой и прозрачный. Я уже говорю, что я не живу без Матронушки уже никогда. Что бы ни происходило в моей жизни, как бы тяжело ни было, как бы я ни впадала в свой самый страшный грех. Это уныние. Вот она меня всегда спасает. О своем первом замужестве Зинаида Жданова предпочитала не вспоминать. Говорила коротко, не сложилось. И жалела, что зря тогда не послушала впервые в жизни совета Матроны. Слепая старица еще до свадьбы говорила. Борис Зине не пара. Боря, два часа ночи, где ты был? Где Белла? Дай поцелуй. Ну все. Где я? На работе. Спустя год после скоропалительного замужества Зинаида Жданова в смятении. Семейная жизнь оказалась совсем не такой, как она ожидала. Борис все чаще задерживается, говорит много работы. Тогда почему от него каждый вечер разить спиртным? Был бы у нее ребенок, на все бы глаза закрыло. Пожалей ты себя, Зина. Нет этого брака на небесах. Обманываешься ты, и он тебя обманывает. Не семья эта. Ну как же я брошу Борю? О нем ведь совершенно некому позаботиться. Он ведь целыми сутками в штабе пропадает. Пропадает он. А ты попроси-ка у него письмо от Тани. Пусть он тебе почитает, а? Запомнила? От Тани. Вот езжай домой. Как прочтешь письмо, так и уходи. Люблю тебя, твоя на веки Таня. Отдай, послушай. Что такое Таня? Я сейчас сам мечтал. Дай сюда, ты много получил. Нож там кто? Дай сюда. Можешь не стараться. Мне все ясно. Но откуда ты узнала? Кто тебе сказал? Оказалось, что это было письмо любовницы ее мужа. Собственно, это и стало причиной для разрыва. И еще раз подтвердило, что матушка Матрону всегда сопровождала ее по жизни. Муж завел интрижку буквально у Зины под носом. А она будто ослепла. Ей так хотелось счастья. В борьбе с семейным проклятием этот брак стал ее первым серьезным поражением. У Зинаиды было только одно утешение дома. Маленькая Ниночка, которую когда-то она забрала из холодного сарая в Сокольниках вместе с Матроной. Девочка очень привязалась к Зине и, ничуть не стесняясь, звала ее мамой. Была внешне англоподобная, с нежным голоском, васильковыми глазами. От грустных мыслей о неудачном замужестве Зину отвлекала учеба. После работы она по ночам готовила диплом для архитектурного института. Но перед самой защитой научный руководитель профессор Юрий Емельянов дал убийственную оценку ее чертежам. Проект беззубый, несостоятельный. Прихожанка Севинского храма Раиса Котельникова слышала эту историю лично от Зинаиды. Она пришла к Матронушке, уже видела, а так говорит, что ты такая расстроенная. Она говорит, да так, и вот сказали, что не старайся, не издашь все равно. Матушка Матроны, чаек тепленький. Ой, спасибо тебе. А другим-то что сказали? На других-то я и не смотрю. Другие вон живут себе припеваючи. А у меня... Папа в тюрьме. Да еще как на зло работы завалили. Ладно, ладно тебе. Поедем-ка лучше в Италию. В Италию? Да, Зинушка, в Италию. Рим, Флоренция, Неаполь. Зина не верила своим ушам. Матрона, которую все считали безграмотной, перечисляла итальянские дворцы. Упомянула даже палаццо Пити, резиденцию герцогов тосканских. Давала ей указания. Три этажа здания оформить крупной кладкой. Изобразить две арки. Вот сделай так, нарисуй так. Я писала там известное здание и мост во Флоренции. А ей хотелось познать мир хоть как-то, хоть... Ну, видимо, каким-то своим способом, который нам недоступен. Матушка Матрона, а как же вы обо всем рассказываете? Вы ведь этого никогда не видели. Я много чего видела. Мне Господь показал и города, и реки, и горы, и птичек. Господь, любящий свою эту... свою деточку, масонушку, показал ей. Лучше, что он создал. И птицы, это украшение. Украшение земли. Да, еще цветы, и Бог ей показал. Тоже, представь, что она без цветов. Утром едва рассвело. Зина бросилась в институт, наложила кальку на проект и быстро, тушью, внесла изменения. Когда на защиту приехала комиссия, девушка была спокойна. В голове звучали вчерашние слова Матроны. Не волнуйся, сдашь. Ну, она сдала, и сдала очень хорошо. Матрона, защитилась! Четверка! На радостные восклицания Зинаиды никто не ответил. Что-то в доме было не так. Завешенные черной тканью зеркала, и главное, не слышно привычного детского смеха Ниночки, которая всегда встречала ее уже у порога. Ниночка, Матрона, Мама! Вечером, когда Зина работала над дипломом, у Ниночки поднялась температура. Домашние решили обычное простуду, напоили ребенка горячим чаем с малиной и уложили спать. Но на следующий день Нина внезапно начала задыхаться. Все произошло почти мгновенно. Девочка сгорела за несколько часов от дифтерита. В то время от этой болезни точно так же погибали сотни детей. Все горевали, узнавших ее, но Блаженная Матрона сказала, зря вы печалуетесь, поскольку сейчас Ниночка находится в раю с Богом. Матушка Матрона, ну как же это так? Ну за что? Я же ее полюбила как родную дочку. Неужели это все мое проклятие? Неужели это я виновата в ее смерти? Ты не вини себя, Зиночка. Ты дала Нине все, что могла, и материнскую ласку, и любовь. Ты сделала ее счастливой. Ну почему? Ну почему ты не спасла ее? Ей там хорошо. А здесь ее ждала бы тяжелая, трудная жизнь, и она стала бы великой грешницей. Она знала главное. Человек рождается и приходит в этот мир не для наслаждения, а для креста. Потому что все наслаждение для настоящего христианина, а и для настоящего верующего, каким она была естественным человеком, все наслаждение остается там, в другой жизни. И все же Зинаида была безутешна. Теперь ее ничто не могло разубедить. Бабка, говорившая о том, что род Ждановых наказан за убийство царевича Дмитрия, была права. Ей действительно не судьба испытать счастье материнства. Не стало Ниночки, к которой она относилась как к дочери. Да и будут ли другие дети? Она уже разменяла четвертый десяток, но жизнь до сих пор не устроена. Она еще не знала, что вскоре даже за эту жизнь ей предстоит отчаянная борьба. За несколько дней до нового 1950 года Матрона внезапно засобиралась и попросила перевезти ее на другую квартиру. И это после стольких лет спокойной жизни в доме Ждановых. Зина и ее мама Евдокия не могли взять в толк, что произошло. Нельзя мне здесь больше оставаться. Против нас всех что-то нехорошее замышляется. Нужно перебираться в Сходню, там добрые люди меня приютят. Зина! 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 Да, матушка Матрона, я здесь. Возьми. Положи его у икон. А если будет тяжело, надень, носи и не снимай. Деревянный? Кей Борисовый. Из самой святой земли. Из Иерусалима. Посмотришь на него и вспомнишь. Господь с тобой и я с тобой. Тогда Зинаида еще не знала. Больше им с Матроной не доведется встретиться. А сама она уже этой ночью окажется в подвалах Лубянки. Самое удивительное, что все-таки причиной для ареста стал донос близкой подруги Зинаиды Ждановой. Школьная подруга Галина часто напрашивалась к Зине в гости. Под предлогом взглянуть одним глазком на Матронушку. Просила взять ее с собой в церковь. Простодушной Зине и в голову не приходило. В НКВД уже собрана толстая папка на Ждановых. И осведомительница Галя то и дело строчит все новые материалы. По словам самой Зинаиды Ждановой, и это подтверждается архивами КГБ современного ФСБ, она была арестована 6 января 1950 года по 58 статье, пункт 10.11. Ну, собственно, обвинили ее в участии в некой церковно-монархической организации. Знаете, Зинаида Владимировна, у вас красивые волосы. Говори, где твоя слепая рука? Я не знаю, она уехала, адрес не дала. Сейчас, сейчас ты мне все вспомнишь. Все, все, подоскога церковная. Первый допрос длился несколько суток. Следователи менялись четырежды. Для самой Зинаиды перерыв сделали лишь один раз. Когда поняли, челюсть выбита, говорить она не сможет. К Ждановой вызвали врача. А стоило ему вправить челюсть, вновь поволокли на допрос. Требовали главного – дать показания на Матрону. Как собирала в доме Ждановых церковный кружок. Как разжигала ненависть к советской власти. И главное, куда скрылась Матрона. Феномен Матушки Матроны, они просто подверстали под статью. Вот и все, понимаете. И поэтому Зинаида оказывалась виноватой. И поэтому Зинаиду можно было осудить. Ей обещали – сдашь Никонову – получишь свободу. Зинаида поверить не могла. Судьба будто поставила ее на место той самой Арины Тучковой, за грехи которой ей суждено было расплачиваться. Говори, где баэстрюк? Куда упрятала? Уключил он в межских палатах. Близкая подруга Ждановой, Ирина Полищук, говорит, что Зинаида не любила вспоминать то страшное время. Лишь однажды она рассказала Ирине, как проходили допросы. Она мне рассказывала, что когда следователь ее допрашивал, и позвали гипнотизера, чтобы от нее получить максимальные какие-то сведения. И задает ей вопрос один, другой. Она вся раскрылась, вот вся раскрылась. И все она ему рассказала. Он – распишись, Дина. Она – я расписываюсь, она говорит. Протокол, подписанный под воздействием гипноза, Жданова еще долго вспоминала с ужасом. В камере Зинаида вдруг осознала – этим людям удалось найти ее слабое место. Вдруг ее осенило. Матронушка говорила – «Дина, если тебе будет тяжело, читай 90-й псалом. Живые в помощи Вышнего, в крови Бога, в небесного дворица». Это одна из тех молитв, или один из тех псалмов, которые по рекомендации святых, которые тысячелетиями накапливали опыт противления бесовским силам, читаются обычно, как это рекомендовано читать православным христианам, и минуту опасности. За озарением последовало отчаяние. Зинаида не могла вспомнить ни слова из молитвы, о которой ей когда-то говорила Матрона. К счастью, оказалось, что одна из соседок по камере знает текст наизусть. На следующий допрос Зина шла уверенная в себе. «И он выбежал с красным лицом и сказал, «Я ничего с ней делать не могу. Оставьте меня в покое, я больше с ней работать не буду». И тогда она еще больше утвердилась в том, что старались на нее воздействовать. И благодаря молитве это воздействие не произошло. Таким образом, вот ее Матронушка спасла вот в этот момент. Духовную связь с Матроной Зинаида Жданова ощущала всегда. Каждое утро, едва проснувшись, первым делом проверяла на месте ли подаренной Матроной кипарисовый крестик. Покидая дом, она успела захватить его с собой. Однажды в Челябинской пересыльной тюрьме крестик спас Зину от набросившихся на нее уголовниц. Частичка южного дерева внезапно начала благоухать. Женщины в камере притихли. Каждая хотела прикоснуться к чуду. А ну-ка, дай-ка понюхать. Дай понюхать. Видать, все святые за тебя молятся. Именно там, на крайнем севере, в Колымском поселении, Зинаида Жданова познакомилась с будущим мужем. Сыном священника, осужденным на 25 лет. Василий Дмитриевич, он молитвенник. Он все время молился. Если Зинаида Владимировна такая энергичная, такая бодрая женщина, он очень тихий. Их реабилитировали в 1955-м. Правда, вернуться в Москву они не могли. Василию не дали права выезда. Пересмотр дела грозил затянуться на годы. Но однажды Зинаиде приснился необычный сон. Матрона в генеральском мундире царских времен с аксельбантами прикрепляет на грудь значки. Да куда же вы так одеваетесь? Куда-откуда? К самому богу Савауфу на поклон. Ведь по делу твоего мужа до сих пор нет ответа. Матушка, неужели вы и там о нас заботитесь? А куда вас денешь-то? Через некоторое время дело Василия пересмотрели. Впервые за 10 лет он был по-настоящему свободен. У него на руках был паспорт и вместе с Зинаидой они могли вернуться в Москву. В Москве первым делом Зинаида и Василий обвенчались. На этой фотографии Зинаида Жданова после возвращения в Москву. Ей чуть за 40. Возраст, в котором еще рожают. Но даже в благополучном браке Зинаиде Ждановой так и не суждено было стать матерью. Вот дядя Вася, муж ее, да, но они просто были как брат и сестра жили, считались как муж и жена. Это тоже, это как был, ну вот, я бы сказал, блаженный человек. Вот, и тетя Зина. После лагеря Зинаида Жданова получила многое, о чем мечтала в юности. Мужа, с которым жила душа в душу, работу архитектора в проектном институте, материальное благополучие. До конца жизни она не нуждалась ни в чем. И она вспомнила слова Матроны, которые ей сказали, да ты что, ты будешь хорошо жить, у тебя будет столько пальто, сколько ты захочешь. И потом я увидела, что я могла, у меня было не одно пальто, а много. Это же было очень трудное, тяжелое время. Поэтому это как бы вот показатель того, что она все-таки получила какую-то компенсацию за такое страшное унижение. Но сейчас все это уже не имело для Зинаиды прежней ценности. Она не переставала думать о том, что родовое проклятие все-таки действует. Своя квартира в Москве, дача за городом. Но что-то не давало ей покоя, словно бы не удалось выполнить самого главного, поистине божественного предначертания. Да, она отбыла свои годы в лагере, но после этого у нее еще было много лет, и она еще, в общем, прожила достаточно полную жизнь, став фактически к концу жизни такой вот самой авторитетной душеприказчицы наследия Матушки Матроны. Воспоминания о Матроне. Вот настоящий капитал, которым владела Жданова. Она внезапно поняла это знание, которым она обязана поделиться. Главный труд своей жизни, книгу о Матроне Московской, она начала писать еще при советской власти. Жданова прекрасно понимала, что если рукописи попадут не в те руки, она снова может оказаться за решеткой. В своем единственном интервью Зинаида Жданова говорила, что именно для этой работы ее и берег покров Матроны Московской. Последняя из рода, то самое седьмое колено, она в точности выполнила свою миссию. Нас спасает сейчас братом этот род. Нас держит. Уже мы давно исчезли. Ну вот, я хочу сказать, это такое облегчение, что значит, видите, как Господь все управляет. Род Ждановых действительно прервался. Ни у Зинаиды, ни у ее брата Сергея так и не появились дети. После того, как Зинаида Жданова закончила свою книгу, она ушла в монастырь. Однако благодаря ей сохранилось уникальное жизнеописание Матроны Московской. И святая предвидела. Это и есть тот самый след вечности, который останется после Зинаиды. Бессмертие, которое дано обрести не каждому. Редактор субтитров А.Семкин